МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мы продолжаем знакомить вас с интересными новинками московского международного автомобильного салона. С каждым годом Москва расцветает, новинок становится больше, но все они по-прежнему носят утилитарный характер. Проще говоря, все экспонаты продаются. Сегодня в программе экспозиция отечественных производителей, а также несколько важных новинок для российского авторынка. Настоящая стопроцентная российская премьера на стенде Ульяновского автозавода. У вас патриот спорт или короткий козел, или в простонародье уже каратыш. Давайте посмотрим на этот автомобиль. Найти 10 отличий довольно сложно, но они и есть. Главное из них – это размеры. Машина стала короче на 36 сантиметров. Меньше железа – меньше стоимость. Это была главная задача ульяновских маркетологов и инженеров. Ради удешевления пришлось пожертвовать самым основным конкурентным качеством – это объемом багажника. Тем не менее, в новом классе компактных внедорожников багажник остается огромным – 960 литров, если брать полную загрузку. Кроме того, здесь складываются сидения, если нужно перевезти действительно что-то большое. Очень важно, что при этом постарались сохранить пространство для задних пассажиров. В район задней двери несколько ужек. Того же ряд сидений, второй ряд сидений сдвинут назад. Но посмотрите, садиться по-прежнему удобно. Коленки не упираются, места над головой предостаточно. Единственное, что исчезла – большая массивная металлическая труба-подножка. Зато появился вот такой вот карман для небольшой полулитровой пластиковой бутылки. Итак, в остальном нормальный, привычный, хорошо знакомый всем УАЗ Патриот. С еще, кстати, более лучшей геометрической проходимостью за счет короткой базы. Два варианта медленного мотора ЗМЗ-409, 123 и 92 лошадиные силы. Ну и самая главная цена – от 420 тысяч рублей. Отменить тем, кто будет выбирать из двух российских внедорожников – Chevy, Niva и УАЗом Патриот Спорт – придется сильно призадуматься. Либо рама и полный привод в парт-тайм со своими недостатками. Например, зимой вы все-таки будете ездить на заднем приводе, поскольку такая концепция полного привода не позволяет ездить на высоких скоростях, подключенным передним мостом, либо нормальный фулл-тайм, какой им является Chevy Niva. На стенде Горьковского автозавода можно потеряться в прямом смысле слова. Да, вот эти экспонаты легковыми можно назвать с большой натяжкой. Все они, кстати, тюнинговые, не серийные, доработанные. Но есть много интересного дизеля Каменс, интересные доработки. Но, опять же, повторимся, они нелегковые. К сожалению, увы и ах, но на стенде нет единственной серийной легковой машины завода – Волги Сайбер. Несмотря на это, стендер Ковчан привлекал внимание. Здесь было на что посмотреть. В первую очередь, это целый выводок с Соболиного семейства, с новыми дизельными моторами Каменс. Всевозможные варианты микроавтобусов на все случаи жизни. Мобильный офис, само собой, для бизнеса. Соболь семейный, этакий полукемпер с большим раскладным диваном для путешествий. Охотник, полноприводная версия, с запасом питьевой воды и сейфом для оружия. При желании любой из вариантов можно заказать. Известны даже цены – около 200 тысяч рублей. Но надо понимать, что это не серийная продукция, а результат работы тюнинг-ателье. Главная новинка остается долгожданный дизельный мотор. Его мы постараемся в скором будущем протестировать в программе «Наши тесты». В отличие от газа, Таганровский завод представил исключительно легковые автомобили. Завод переживает не лучшие времена, но продолжает работать. На стенде ни одного корейца. Ни акцентов, ни тайгеров теперь здесь будут собирать автомобили с Поднебесной. В основном от Грейт Волл и Юайди. Но экспонаты представлены под собственными именами. Более того, на Тагазе планируют доводить китайцев до ума. Именно поэтому на стенде стоят не живые машины, а макеты, покоящиеся на двух швелерах. Пока ГАЗ вплотную занимается бизнесом и планирует вновь надсвергнуть в царство «Газели», ближайший конкурент, ставший уже популярным, «Фиат Дуката» не дремлет. Компания «Солерс» теперь предлагает эти автомобили полноприводам исполнения. В основе системы полнопривода французские вискомуфты «Данжель». Именно поэтому в салоне никаких рычагов в действии. Система полнопривода приводится с кнопок, расположенных вот здесь. Итак, полнопривод будет доступен в трех исполнениях. Первый – просто наличие вискомуфты. То есть автомобиль имеет систему полнопривода, но никаких опций. За эту возможность придется доплатить сверх обычной комплектации автомобиля, будь то грузовик, фургон со стеклением или версия комби – 234 тысячи рублей. Если вы хотите дополнительную опцию, блокировку заднего дифференциала, придется доплатить гораздо больше. В таком случае у вас будет вторая кнопка, и на скорости до 60 км в час вы сможете также заблокировать и задний дифференциал, что, понятно, дает дополнительные внедорожные возможности. Ну а если вы захотите третий вариант – не только иметь блокировку заднего дифференциала, но и пониженную передачу, что в условиях сильного бездорожья просто необходимо, то у вас вот здесь появится еще один дополнительный рычаг. А вот за эту версию дополнительных стоимости автомобиля придется доплатить 340 тысяч рублей. В дополнение к системе полного привода автомобили получат небольшой лифт от 5 до 7 сантиметров в зависимости от типа кузова. В том, что такие автомобили действительно будут нужны в условиях нашего бездорожья, никто не сомневается. Тем более, что эта машина самая доступная по цене. Она гораздо дешевле, чем полноприводный Ford Transit. Единственный более дешевый вариант – это по-прежнему полноприводная «Газель». Мировая премьера – рестайлинговый Ford Mondeo. Кто бы сомневался, что этот популярный, производящийся в России под Санкт-Петербургом автомобиль будут претендовать именно у нас на московском мотор-шоу. Конечно же, это рестайлинг, и здесь нужно всматриваться в детали, чтобы понять, что же здесь ново. Сразу бросается в глаза более агрессивная, более хищная передняя часть. Вот эти две выштамповки на капоте, передний бампер, нынче модные, уже давно, в принципе, модные светодиоды или дневной свет, который теперь по правилам в России также надо обязательно включать. Ну и, конечно же, небольшой рестайлинг с задней части автомобиля. В принципе, все напоминает предыдущую модель дорестайлинговую, но вот эти вот более острые четкие черты придают агрессивности, и эта гармония очень хорошо сочетается с передней частью автомобиля. В целом смотрится как очень свежий, современный продукт, именно фордовский продукт. Вот здесь в интерьере сразу видно, что появляются кое-какие нотки, вообще-то характерные для премиум брендов, чего стоит только одна вот эта кожа. Ну, кстати, и кожа, и вот такие детали, например, как вот эта вот крышечка, и вот эти вот нежные кнопочки, которые сейчас работают совершенно по-другому, все это форд забрал у Volvo перед тем, как продать его китайцам. То есть выбрал все до последней малейшей технологии. И результат налицо. Как всегда, очень приличные отделочные материалы, мягкие пластики. Традиционно большой дисплей на центральной консоли. Навигация у вас может быть доступна здесь, на центральном экране, так что за ней могут наблюдать как пассажиры сзади, пассажиры справа. Но если все это нужно водителю непосредственно в зоне рабочей, в зоне водителя, то все это выходит на большой 7-дюймовый экран, прямо на панель приборов. И так было на предыдущей модели, так осталось и здесь. Много приятных мелочей по безопасности. Например, вольвовская система Bliss. Теперь в зеркалах, в правом верхнем углу, в случае, если вы совершаете маневр, идете на обгон, но сзади есть автомобиль, загорается лампочка. И в отличие от Вольвы, здесь не стоит ни камера, а обычный ультразвуковой датчик. Поэтому мы смеем надеяться, что эта система не будет отказывать и замерзать на морозе. На этих автомобилях теперь доступны новые фордовские моторы EcoBoost. Конкретно на этом автомобиле стоит мотор мощностью 240 лошадей. И эти моторы идут в паре с новыми коробками с двойным мокрым сцеплением PowerShift. Этот агрегат позволяет экономить топливо при существенном улучшении динамических характеристик автомобиля. Продажи обновленного Mandela стартуют сразу в трех кузовах. Российский седан, хэтчбэк и универсал. Хэтчбэк на стенде Ford представлен в версии Sport. Важная деталь. И универсалы, и хэтчбэк производятся в Бельгии, в России. Соответственно, цена чуть-чуть повыше. Ну, здесь на самом деле по инженерии все то же самое. Тот же мотор EcoBoost 240 сил. Та же коробка с мокрым сцеплением PowerShift. Но немножко другие настройки подвески. Чуть-чуть пожестче. И, естественно, красная строчка Alcantra везде внутри. Это уже маркетинг. Плюс пчелиные соты на решетке. Якобы моторчик должен жужжать. И какое-то подобие заднего диффузора сзади. Вот и все. Ну, как вы сами понимаете, это маркетинг. И поэтому сейчас фордовцы прикинули, что в России эта машина могла бы стоить полтора миллиона. Но окончательное решение о том, что эта комплектация, я имею в виду, спорт пойдет в Россию, пока что не принято. Возможно, в следующем году. Пойдемте посмотрим на универсал. Он гораздо интереснее. Новому сараю от Мондео повезло несколько больше, чем собратьям. Ему досталась еще одна новинка. Новый фордовский мотор Dura-Torque объемом 2,2 и мощностью 200 лошадиных сил. Ну, приставка Torque говорит сама за себя. У этого мотора бешеный, крутящий момент. Больше 400 ньютон-метров. Именно момент, главная характеристика дизеля. В сочетании с экономичностью это делает машину действительно универсальным средством. Это надежная, большая хозяйственная сумка, довольно экономичная и приемистая. При этом эластичный мотор. Кстати, пока что машина прилагается исключительно с механикой. Позволяет спокойно передвигаться в городе и на трассе. При этом даже шестиступенчатая механика будет настолько четкой и плавной, что движения будут сопоставимы с движением на автомобиле с автоматической трансмиссией. Я, как бывалый дизелист, вам это могу подтвердить. Стоимость базовой версии с таким дизельным мотором 1,216,000. Вот эта машина со всеми опциями стоит 1,316,000. За эти деньги вы получаете большую хозяйственную сумку при разложенных сиденьях 1730 кубических сантиметров. Если брать обычное пространство до верхней полки, всего лишь 560 литров. Но тоже довольно просторно. Есть вот такая приятная опция. Она не новая. Встречается и в других автомобилях выдвижная грузовая платформа. Сюда вы кладете что-нибудь массой до 120 килограммов. И спокойно задвигаете этот груз внутрь багажника. Если грузите сразу сюда сверху, то предел 200 кг. Гранд СМАКС уже не новинка. Машину показали почти год назад. Но автомобили очень интересные. Во-первых, это первенство на новой платформе C1. Очень интересное решение вот с такими сдвижными дверями. Это будет очень удобно для людей семейных. Когда нужно размещать детей. Причем не только на втором ряду, но и на третьем ряду сидений. А сиденье номинально с D7. Даже вот это вот недоразумение среди второго ряда тоже имеет свой подголовник и свой ремень. Ну, здесь можно разместить ребенка, и то ненадолго. Но все-таки это сиденье. В случае, если вы предпочитаете формулу 2, плюс 2, плюс 2. Причем полноценное сиденье, включая третий ряд. То вот это вот сиденье легко складывается и убирается вот сюда. В соседнее отделение. Таким образом, вы получаете совершенно нормальный салон. С большим проходом посередине. Что будет удобно, конечно же, пассажирам сзади. К слову, Grand C-Max будет продаваться на российском рынке очень скоро. Эта машина заменит обычный C-Max, который также есть в линейке, но у нас продаваться не будет. Предыдущее поколение занимало всего лишь 1% рынка, что, конечно же, очень мало. Понятно, что такой автомобиль в линейке должен быть. И если европейцам преимущество компакт-вэна расписывать не надо, то в нашей суровой действительности третьего мира даже многодетный отец, скорее всего, возьмет седан. Потому что так якобы престижней. Но для тех, кто понимает, Grand C-Max – это не только удобная компоновка, но и приятные опции, такие как активный помощник при парковке или электропривод задней двери. Как и любая новинка, дешевым он не будет. Цены начинаются от 800 тысяч рублей. Современный фордовский мотор МК-Буст в 150 сил он уже будет стоить 850. Но если вы хотите снаряд мощностью 182 силы, то это без малого миллион. Для компакта цена довольно приличная. Более подробно в программе «Наши тесты». На сегодня у нас все. Субтитры сделал DimaTorzok